Как показывает практика, даже если человек профессионал в своем деле, редких ошибок ему не избежать. Роман Фадеев работал с млекопитающими Приморского океанариума. Опытный специалист и сам чувствовал себя как рыба в воде. Но на днях эта самая вода погубила парня. Недалеко от села Глазовка Лазовского района Фадеев в одиночку ушел купаться и не вернулся. Начинаем эту работу, у нас много чего не получается. Маленькая видимость, к сожалению. Вот это больше всего расстраивает. Случай с Фадеевым, по мнению специалистов МЧС, должен стать последней каплей для осознания того, что с морем шутки плохи. И в первую очередь это должна понять молодежь. У нас проводится в главном управлении в связи с этим. Это акции «Безопасный берег», акции «Научись плавать». Это все, что связано с детьми. Проводим занятия в виде различных викторин, розыгрышей, соревнований и так далее, чтобы привить детям непосредственно знания о безопасности поведения на воде. Ощутите эту жуткую статистику. Только за первую половину июля в Приморье утонуло три человека. Подобные случаи с начала 2018 года, к сожалению, не пропадают с новостных лент. А ведь все, что нужно, чтобы избежать фатального исхода – пара товарищей рядом, какая-либо страховка, а главное – чувство меры. Это касается и дайверов, и рыбаков, и обычных горожан. Об этом, как никто другой, знают в местной федерации фридайвинга, где безопасность на соревнованиях превыше всего. Мы живем возле моря, и, к сожалению, люди гибнут в нем каждый сезон. Важно знать, что для того, чтобы начать заниматься нырянием, нужно быть к этому подготовленным, как минимум уметь плавать и расслабленно отдыхать на воде. Необходимо подобрать снаряжение, а также пройти обучение. Если нырять глубоко, то со страховочным боем. Не делать этого с излишним количеством грузов или будучи замерзшим. Поэтому, пока массовый купальный сезон еще не начался, самое время подумать о будущей безопасности себя и своих близких. Уплывать далеко от берега и купаться в больших водоемах в одиночку специалисты не советуют. Максим Яковлев, Новости на Восьмом.